Во всех регионах Южного, Федерального и Северокавказского округов, в том числе и в Карачаевой Черкесии, стартовала информационная кампания «Клади трубку». Цель данной кампании – повысить осведомленность граждан о методах, используемых злоумышленниками, и не поддаваться на финансовые уловки аферистов. Потропнее расскажет Майя Хамдохова. Акция «Клади трубку» направлена на то, чтобы научить жителей республики распознавать телефоны злоумышленников, информировать о новых мошеннических схемах и уловках, напомнить о правилах кибербезопасности. Организовывая акцию «Клади трубку» в нашей республике, мы еще раз хотели обратить внимание жителей на то, как важно во время телефонного звонка от незнакомцев сохранять бдительность, уметь распознавать уловки злоумышленников, вовремя прерывать сомнительный разговор. Если сами жители будут знать правила безопасного финансового поведения, то их сложнее будет ввести в заблуждение. Информационная кампания «Клади трубку» будет проходить в течение трех месяцев. Она включает в себя масштабную совместную работу, которую проводит Банк России с партнерами. Это в частности размещение социальной рекламы в транспорте и на уличных цифровых экранах, аудиоролики в торговых центрах, печатная продукция, в том числе плакаты, стикеры, листовки, а также широкое освещение во всех ведущих СМИ региона и соцмедиа. Эксперты отделения Банка в России настоятельно рекомендуют быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. И помнят, что нежелательные звонки могут обойтись очень дорого. Злоумышленники активно используют информационную повестку и играют на том, что больше всего успокоит граждан. Например, мошенники могут предложить перевести деньги на безопасный счет, позвонить от лица якобы сотрудника Центробанка или другого ведомства, попытаться выяснить данные банковской карты, забугать взлом личного кабинета на портале госуслуги. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы обмана граждан. Поэтому тема кибермошенничества остается по-прежнему актуальной. Так, например, только за второй квартал этого года в нашей стране банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 15% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. В апреле-июне 2024 банки отразили более 16 миллионов попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму более 2 триллионов рублей. Тем не менее, только за этот период мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 5 миллиардов рублей. Такова статистика по Российской Федерации. Среди постоянных клиентов в списке злоумышленников являются пенсионеры. Используя манипуляции, чтобы создать у пожилых людей чувство безопасности, они становятся жертвами мошеннической схемы. Слым людям лучше всего вообще не отвечать. А если что-то есть, просто положить трубочку и поговорить с более молодым поколением, потому что они быстрее разбираются. Предупрежден, значит вооружен. Никогда еще этот лозунг не был так актуален. Майя Хамдохова, Вести Карачаева, Черкесия.